сегодня мы с вами поговорим про еще двух мудрецов и их книги оба жили в одном и том же городе и оба в особенности любили рамбама и комментировали рамбама хасидские и не хасидские раввины города даугав пилса двинска раби мир симха автор книги ор самих не такая шива в израиля кстати ор самих дословно радостный свет ну наверняка книга так названа потому что он его имя было одно из его имен было симха и второй мудрец его называют рогачевский гаона большую часть жизни он прожил в этом городе будучи там раввином в латвии это был раби йосиф розен или разин который писал в основном книги с названием цафнат панель как раз нашей недельной главе описывается что йосифа назвал фараон цафнат панель видимо выражение которое что-то значило по египетски есть разные предположения но вот то что обычно считается что это выражение ему дается еврейское как бы объяснение тоже то что оно обычно значит считается что открывающие секреты да открывающие не непонятное да раскрывающие непонятное так же как вот он смог сон фараона интерпретировать так вот цафнат панель действительно очень трудно читать у него очень сложный стиль может быть из всех охраним его сложнее всего понять но он пытается открыть множество и множество интересных идей я вам хотел привести в первую очередь два примера из описания как раз и ор самих и рогачевского гаона по отношению к хануке раз сейчас ханука как они смотрят на слова рамбама это в общем даст для тех кто еще такие книги не изучал вот даст примерно понятие насколько во время охроним стали относиться к словам рамбама что буквально каждое слово нужно пытаться понять почему он так написал не по-другому написал что именно он этим словом хотел добавить очень пытаются найти так сказать глубокую мудрость в буквально каждом слове рамбама что рамбамо настолько четко выбирал слова по их мнению я вам приведу пример из закона хануки где рамбам пишет что цель ханукарных свечей ли горот у ли голод можно перевести показать и открыть что ли показать и открыть про чудо так вот ор самих у него идея что этим показывает рамбам что не нужно зажигать свечки днем что мы зажигаем до не утром а только вечером когда именно свет свечки заметен чтобы открыть этим до показать этим чудо потому что в самом храме свечки зажигали каждый вечер и они горели всю ночь но мне не именно рамбама он на на единственное разрешение который так считал что они еще зажигали свечки утром снова храме и практически никто с ними не согласился и кстати ор самих сам в другом месте законах тамидим да там где рамбам занимается вот именно службы храме обсуждает шиту рамбама и вопросы задают на это пытается объяснить как объясняет рамбам в том числе стихи в дивре аямим я же в этом до вас не буду но главное что именно рамбам считал что в самом храме зажигали свечки по утрам тоже поэтому подчеркивает рамбам согласно ор самих тем что он говорит что свечки чтобы ли горот или голод это чтобы показать что свечки зажигаются только вечером кстати сегодня во многих синагогах принято еще утром зажигать без брохи свечки вечером в синагогах зажигать с брохой хотя это тоже более позднее обычай не с времен талмуда но когда стали зажигать внутри домов постепенно то тогда видимо стали зажигать еще и в синагогах потому что иначе как людям публично так сказать осветить на сообщить о чуде если раньше зажигали около входа в дом то потом когда стали зажигать внутри домов то появился обычай зажигающего синагогах но только вечером но более позднее обычай на базе слов рамбам а что и утром зажигать как это было в храме по мнению рамбам как раз подчеркивает что по рамбам как именно ханукай свечки никакого смысла зажигать утром утром и так есть свет 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 должен быть ли гороту ли голов а вот а цафнад панэх да рабе йосиф розен он вообще много здесь очень трудно читать как я сказал суммировать то что здесь написал но у него много здесь интересных идей важных во первых он объясняет и это многие уже заметили что есть хануке два аспекта два аспекта чуда есть чудо связано со свечками еще то связано с военной победой до что евреи освободились от иго сирийских греков которые не давали нам соблюдать заповеди как говорится всевышний отдал сильных руки слабых и так далее то что мы молимся в наших молитвах это было основное чудо в то время так вот считает орсами считает софнат панэх что здесь подчеркивается этими двумя словами рамбам и хочет как раз подчеркнуть два аспекта чуда ли гороту ли голод два аспекта чуда не только чудо свечек но и чудо военной победы и он приводит в разные источники я это все пропущу я просто пытаюсь суммировать его главную идею то вот он пишет что эти два аспекта на самом деле имеет много свойств он связывает все вместе воедино вот вы например заметили такую идею почему вообще говорим благословение в этом порядке на зажигание свечей то есть первый день сначала делается брок на зажигание свечей потом брок аши асани сим лаватэй ну что все очень сделал чудеса нашим отцам а потом уже шахияну добро общее которое говорит что спасибо все очень за нам дожить до этого времени брок мы делаем во все праздники как правило и во все случаи во всех случаях это редкую митву какую-нибудь делаем так вот оказывается что при чтении мигилы действительно первоисточники приводит что говорить именно брок и в этом порядке начались начали то есть вторая брок аш асани сим а потом уже третья шахияну но вот в отношении зажигания свечей как раз фануками у нас источники масаха цофрим и раши кому приводит что в обратном порядке две последние броки говорить шахияну говорится таки до шах ани сим сейчас так никто не делает но теоретически похоже так когда-то делали и хочет сказать орсамех сафнат панех дарабь йосиф разин похоже хочет сказать что это как раз связано с тем что есть два аспекта этого чуда поэтому шахияну делается сразу а вот шахи асани сим уже делается после всех благословений я не буду вдаваться в возможные теории почему действительно тогда как это действительно связано в этом случае он связывает эти две вещи вдобавок он говорит что в наше то время фактический аспект как раз один из аспектов фактически сегодня почти не имеет к нам отношения до военное чудо и поэтому он говорит что да еще он подчеркивает что когда делают брокки только на то что видишь свечи это другой вопрос почему хазар остановили броку если человека нету своих свечей ли он не живет в доме где-то путешествует то он делает броку когда увидел чужие свечи таком не находился на отношении других каких-то митц чтобы делать броку на то что увидел либо ты делаешь сам митцву либо не делаешь но как можно делать броку на то что увидел чужие свечи и он говорит что в наше время вообще обычай вроде не делать эту броку он считает что как раз вот вторая часть этого чуда что-то было связано с военной победой за это нужно было делать броку даже когда увидел свечи и это сегодня не очень-то относится и также можно кстати таким образом объяснить очень интересную вещь многие спрашивают почему действительно в первоисточниках в основу когда говорят про хануху практически все ранние книги обсуждают только военную победу мне кажется вот на базе того что написал рогачевский гаон очень многое можно здесь объяснить что было два аспекта чуда одно было тогда главным военная победа хануков снова была связана с этим это было самое важное действительно если человека спросить что важнее чудо со свечами или военная победа конечно военная победа это освободило еврейский народ дала возможность соблюдать заповеди и это то что все время подчеркивалось но мы же сегодня зажигаем ханукальные свечи с тех пор уже храм был разрушен и все плоды военной победы уже потеряны были в течение почти двух тысяч лет до нашего изгнания мы фактически все это время до зажигали ханукальные свечи но уже не было никакого смысла вспоминать военной победе больше не было государства и евреи были снова изгнаны своей земли поэтому единственное что можно было упоминать это чудо со свечками то есть получилось что чудо со свечками стало как бы более важным именно со временем а наоборот военная победа отошла на второй план в каком-то смысле поэтому у нас получается во первых это объяснит почему мы как он говорит что не делаем наше время он так считает я не знаю так ли это но что в наше время это обучение делать броку нас и просто увиденные свечки и и также в наше время же говорится батлами гилатонит есть такая концепция была специальная книга где описаны были дни разных наших побед и разных дней особых в которой нельзя было поститься когда что-то хорошее произошло с еврейским народом у нас закон что батлами гилатонит вот это уже в наше время не относится все осталось только хану кайпурим из всех дней которые когда-то нельзя было поститься сегодня во все эти не можно поститься потому что все связано было с военными победами больше к нам не относится в общем получается что рогачевский галон он связал видите как много разных концепций он связал вместе из разных источников разных местах талмуда и и таким образом объяснил целый ряд не совсем понятных вещей вот так вот у него и все это еще написано таким знаете малопонятным текстом смотри туда смотри в то софот там то и нужно еще понятно что намекает я пытался суммировать один лишь небольшой параграф у него такого текста тысячи страниц еще не не все до нас зашло это с трудом им удалось там вывести из европы перед самой второй мировой войной и переправить сейчас в америке была издана частью других местах у меня есть немало его книг что тоже не очень обычно большинство людей вообще не имеют дома книг за фнат пане хотя в синагогах его иногда можно найти и причина в том чтобы очень трудно понять а я по этой же причине их и купил когда-то эти книги это как хотел просто посмотреть что я смогу понять из этого что очень трудно его изучать даже и выучить один параграф из того что он сказал понять правильно что он имел в виду это может занять час или больше сейчас есть компьютеры можно пытаться быстрее что-то найти что он цитирует но все равно очень трудно есть попытки собрать из его писания и как-то прокомментировать чтобы понять не было что он имеет в виду вот они собрали например как своего рода комментарий к торе гаеческий голова насколько я знаю не писал комментарий к торе но они собрали из разных мест то что относится к данной недельной главе и так вот сделали как своего рода комментарий к торе есть также пометки которые которые объясняют, что именно, может быть, он имел в виду. В общем, он как называется, да, Розен, ведь тоже разен, можно так считать, как от слова раз, секреты, да, как его фамилия и как его назвали цафнад панех, так оно и есть, что действительно очень трудно его понять. Так вот, какие основные книги вы встретите этих двух великих мудрецов? Ну, Равин Симха из Двинска, они оба жили примерно в один период времени, они, как я сказал, были параллельно равинами до Второй мировой войны, они оба умерли раньше, какое-то время раньше, чем Вторая мировая война. По-моему, Орсамех умер раньше, чем цафнад панех. Так вот, и они, кстати, хорошо относились друг к другу, что так и должно быть, понимаете. Иногда бывают какие-то споры между Хасидим и так называемым Митнагдим, да, те, кто были против Хасидута, но вот здесь не было никакой проблемы, при том, что Рабир Йосиф Расен был хасидским равином своего города, в городе Двинске, а, соответственно, Орсамех был литовским, не хасидским равином, но у них были прекрасные отношения, и, как я сказал, у них на самом деле много общего. Они оба любили Рамбама очень, именно комментировали его основные книги, они оба примерно используют похожий метод анализа, есть очень много общего между ними. Но считается, в самом деле, среди хасидов считается, что Сафнат Панех, он вообще был просто гений невероятного калибра, рассказывает, что когда он бывал в других местах, на него делали броху, есть специальное благословение, которое установили наши мудрецы, на такого великого мудреца Торы, что он, как говорится, дал ему Всевышний, часть своей мудрости, такая специальная броха. Так вот, обычно мы эту броху ни на кого не делаем, считается, что сегодня практически нет таких мудрецов, которые заслуживают эту броху. Но в свое время на Милинского Гаона многие делали эту броху. Так вот, я читал, по-моему, Рамбаша Штармбуха, что когда приезжал в другие места Сафнат Панех, то на него еще делали эту броху. Считалось, что он заслуживает, на него сделали броху. Всевышний отдал часть своей мудрости этому человеку. Халакми, хохмато, лейрав, богобоязненному человеку. В всяком случае, он был очень необычный, тоже эксцентричный очень человек, кстати. В отличие от Орсамех. Орсамех был более стандартный в том смысле, что он больше ладил с другими людьми. Но вот Сафнат Панех известно, что он считал, что многие не умеют правильно учиться. И мог большому раввину это сказать в лицо прямо. Так как бы там ни было, Орсамех, его, конечно, он более принят, его больше изучают, особенно в литовских кругах. И у него, кроме комментариев к Рамбаму, как я уже сказал, у него подробный комментарий ко всему Рамбаму, не к каждой халаке, а именно к отдельным местам, где он что-то предлагает, иногда источники приводит. Кроме этого, у него есть очень важный комментарий к Тори. И этот комментарий к Тори, его цитируют нередко даже на семинарах, скажем, Discovery подобных, да, Рахим всякий. Потому что он фактически предсказал то, что произойдет потом в Германии. Именно предсказал, что вот за то, что евреи сказали, Иерусалим наш, это теперь Берлин. И вот стали полностью бросили Тору. Но реформическое движение, разумеется. Что он предсказывал, что это приведет к страшным результатам. Вот. Это обычно цитируют и то, что он написал в конце комментариев к Тори, в конце главы Беху Катай. Это там, где описываются наши наказания, и львейского народа, тохаха, да, упрек. И вот там он кое-что пишет на этот счет. В всяком случае, он написал интересный и важный комментарий к Тори, который очень во многих синагогах, почти во всех литовских синагогах есть этот комментарий. И у многих он дома есть. И у меня он есть на базе данных ДБС. Опять же, его поместили, как один из важных комментариев о Хроним. И еще у него есть какие-то ликутин, то, что собрали он к Талмуду тоже. Но в основном, когда его цитируют, почти всегда Урсамех цитирует именно Крамбому. А вот что касается Сафнат Панеах, у него есть очень много важных вопросов и ответов. Разных изданий. И тоже все вот такие вот криптические тексты, что ли, очень непонятно, что он имеет в виду, и нужно долго разбираться. Иногда, например, может быть так, что он просто цитирует постоянно источники один за другим, и попробует понять, как он их связывает. Вообще, его метод был пытаться связать разные, что вот, например, какой-то раввин в этом месте, он на самом деле так же считает в другом месте, и связать разные концепции, которые, на первый взгляд, кажутся несвязанными, связать их все в одно. Я видел, например, одну вот шубу, где его спросили про то, можно ли носить очки на улице в субботу. Это же был старый вопрос. Кстати, Мишну Бруя как раз с этим строг. Это один из случаев, когда сегодня евреи не следуют Мишну Бруя, но, может, сегодня изменилась ситуация. Может, тогда были пенсне или, в основном, очки, которые боялись, что снимут. В свое время было три мнения насчет очков в субботу, в местах, где нельзя носить на улице, где нету Эйрова. Одно мнение, что очки считаются ношей. Другое мнение, что очки ношей не считаются, но мы боимся, что человек их снимет и пронесет по улице. И третье мнение, что нет никакой проблемы носить очки по улице, на улице. Сегодня у нас принято следовать третьему мнению, тем более, что мы снимаем очки редко, те, кто кому нужны очки постоянно, чтобы видеть, они их снимать не собираются. В отличие от, скажем, каких-нибудь темных очков, это может человек, в принципе, если солнце ушло, снять, поэтому лучше их не носить в субботу. Или, скажем, бывает, что человек хочет пронести очки до синагоги, чтобы только-то в них читать, что ему нужны очки для чтения, а не для того, чтобы видеть, да, что когда он идет по улице, он видит все прекрасно. А вот ему для чтения нужны очки, особенно дальнозорким людям, да, им нужны очки, наоборот, которые делают так, что кажется, наоборот, что-то дальше, а не ближе. Так вот, да, обратный фокус. Так вот, такие очки надеть, чтобы просто на носу их принести в синагогу, это довольно проблематично, потому что они человеку не нужны, пока он идет, и как раз есть опасность, что снимет, и также, возможно, они считаются ношей. Так, они ему совершенно не нужны, это не часть одежды, а он, наоборот, их пытается принести в синагогу таким образом. Хотя, если бы была мамыша одежда, ее можно принести в синагогу. Например, если человеку, скажем, нужно принести кому-то плащ, допустим, когда дождь идет, он может надеть на себя плащ, хотя ему сейчас он не нужен, если он знает, что потом пойдет дождь, но он может надеть плащ и пройти в синагогу, и потом снять его, отдать тому, кому нужно, или даже два плаща один на другой надеть. Это не проблема. Но очки совершенно не очевидно, считаются ли они, как одежда, до такой степени, чтобы очки, которые вообще не подходят для того, чтобы в них ходить по улице, да, какие-нибудь, для дальнозорких очки, чтобы в них, их пронести до синагоги специально, чтобы в них читать. Это совершенно не очевидно, можно ли так делать. Но я сейчас не хотел касаться практических лох, я просто как пример привожу, его спросили, значит, про очки на улице. И практически вся от шубы он начинает объяснять какие-то хасистские концепции, каббалистические и философские. И потом, в конце, только наконец, в двух словах считает, что похоже, его склоняется к тому, что можно все-таки очки надевать на улицу. Но это он главное как раз описал буквально в двух словах, а почему-то перешел на какую-то, да, тему, и вдобавок говорит, что если бы ты был хасидом, кажется, кто его спрашивал, не хасид, то я бы тебе еще, в общем, объяснил, непонятно, да, как он... В общем, очень интересный человек, очень необычный. У него, кстати, есть и к философским писаниям Рамбома какие-то комментарии. Я не знаю, что из этого сохранилось, и я это никогда не изучал. Но вот из вопросов и ответов его это действительно иногда вот для меня это как, как это, по-английски, challenge, да, просто вот своего рода экзамен, да, смогу ли я вообще понять, что он хочет сказать, хоть частично. И это, если я смогу, я уже чувствую себя, как будто я, да, молодец я, Айда Хаим смог чего-то такое понять в писаниях Рогачевского Гаона. Вот такие вот два комментария мы сегодня с вами обсудили, два типа книг, книги Цафнат Панеха и книги Ор Самех. А на следующем уроке я надеюсь, блин, это поговорить о разных комментариях к Мишне, которые были, и к Тосефте также, которые были написаны в последние, допустим, 200 с чем-то лет. Будем так вот постепенно. Я все еще не перешел к поколению после Второй мировой войны, пытаюсь из мудрецов, которые жили до этого, покрыть основные книги и попытаться не пропустить хотя бы ни никого из тех важных мудрецов и книг, которые вы встретите обычно в синагогах. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!